Всем привет! Это сводка Медиазоны о потерях российской армии на войне в Украине. На этой неделе коллеги из Верстки выпустили текст о том, как стареют добровольцы, то есть о том, что в войне участвуют люди все более старшего возраста, и в 2024 году эта тенденция видна особенно хорошо. Собеседники издания жалуются, что добровольцев в возрасте от 45 и старше становится все больше и больше. Один источник и вовсе говорит, что на его направлении больше половины новобранцев – деды и старики. Мы тоже видим это по данным о погибших. О старении российской армии во второй части сводки расскажет Дмитрий Трещанин, а сейчас цифры. К 11 октября нам известны имена около 72 800 погибших, плюс 1800 за две недели. Уже упомянутая категория добровольцев прочно закрепилась на первом месте и по-прежнему растет гораздо быстрее, чем другие. Около 14 500 погибших, плюс почти 700 человек с прошлой сводки. Можно сказать, что сейчас практически каждый второй погибший, которого мы выявляем, это доброволец. Реальное соотношение будет даже выше. Мы много раз подчеркивали, что социальный статус выявить бывает непросто, так как некрологи зачастую скупы. Очень многие добровольцы попадают в категорию «нет данных», так как мы не можем точно подтвердить этот статус. Заключенных – около 13 400, а мобилизованных – больше 9 100. О том, как на войну в 2024 году записывается все больше людей за 50 и чем это отличается от структуры российской армии до начала войны, расскажет редактор «Медиазоны» Дмитрий Трещанин. Здравствуйте. В каждой сводке мы стараемся рассказать о какой-то тенденции, которую заметили в тех данных, которые собираем. Мы собираем данные о потерях российской армии в войне с Украиной. И сейчас речь пойдет о тенденции, которую мы заметили достаточно давно, но она такая очень медленно нарастающая. То есть это не то, что вот прям резкий какой-то перелом произошел. Издание «Верстка» попросило поделиться данными о возрасте погибших добровольцев, в том числе для того, чтобы подтвердить их гипотезу. И гипотеза заключалась в том, что их источники, их собеседники, те, кто имеет прямое отношение к вербовке людей на войну, стали жаловаться на то, что люди, которых, собственно, отправляют сейчас в зону боевых действий, становятся все старше и старше и старше. И свыше половины добровольцев, свыше половины контрактников, которые заключили контракт прямо сейчас, это люди старше 45-ти, а то и старше 50-ти лет, и есть большое количество людей старше 60-ти лет. И действительно это так. На самом деле здесь не то, чтобы эта тенденция, опять же, какая-то новая. Мы всегда знали, что добровольцы в среднем гораздо старше, чем вся армия, которая присутствует в Украине. И особенно ярко на самом деле это было видно в июле-августе-сентябре 22-го года, когда добровольцев было достаточно мало. Потери кадровой российской армии были еще достаточно велики. И сейчас мы видим график, где совершенно как будто две разные армии сражаются. Вот посмотрите, линия 2022 года, линия до мобилизации, то есть это до сентября 2022 года мы взяли, мы видим гигантский совершенно прям такой горб, я не знаю, как лучше сказать здесь, столб на возрастах 18-20 лет, то есть на совсем молодых людях. Но тут важно, что в этот период, в период первых месяцев вторжения, когда в бой шла именно профессиональная армия, мы видели потери как раз среди молодых людей 18-25 лет, причем даже офицеры, потери офицеров в эти месяцы были в основном примерно в этой возрастной группе, потому что гибло очень много лейтенантов, которые только-только выпустились из училищ. У нас действительно, вот если посмотреть отдельно на офицерский график, до сих пор видно, что гигантское количество офицеров, это именно лейтенанты, это те, кто остался в армии после окончания училища и фактически служили свои первые контракты, были отправлены на войну. Сейчас такие люди прежнему есть, но тогда их прям было очень-очень-очень много. Уже после мобилизации картин начинает меняться. Мобилизация, опять же, не то, чтобы она совсем не касалась людей 20-30 лет. Но, опять же, по тому графику, который мы видим, понятно, что совсем молодых старались не трогать, так же, как и старались не мобилизовывать совсем старшие возрастные группы. То есть мы здесь видим, ну, такое распределение с примерно вот пиком на 30 годах, 30-33 годах. И можно сказать, что здесь у этого графика нормальное распределение. Но важно то, что здесь, опять же, нет какого-то вот прям серьезного всплеска и нет какого-то преобладания людей около 40 или от 40 и старше. То же самое можно и сказать и про заключенных. Когда массово вербовали заключенных, их вербуют и сейчас, разумеется, и более того, расширили рамки. Можно теперь вербовать и людей, которым только-только арестовали. Ну, вообще, в принципе, вербовка происходит сейчас на всех стадиях уголовного процесса. Но самая успешная вербовка, самая массовая вербовка на самом деле была у ЧВК Вагнера во времена, когда этим занимался Евгений Пригожин. Он буквально собрал сливки с российских колоний. И тут тоже видно, что на самом деле среди зэков, категория зэков и категория мобилизованных именно по возрастам, по погибшим, она достаточно похожа. Но вот добровольцы всегда отличались тем, что добровольцами записывались люди в возрасте. И если в 22-м году можно было говорить, что да, люди, которые записываются добровольцами, это скорее те, кто действительно искренне верят в идеи русского мира. Заходишь к ним в ВК, например, на страничку, и у них там сплошные зэдки, подписки на соответствующие паблики, вот это вот все. То есть ты сразу понимаешь, что человек действительно неравнодушен и действительно верит в то, что сражается за правое дело. И таких на самом деле не очень много. И вербовка в 22-м году нельзя назвать особо массовой и особо успешной. Люди записывались, безусловно, но это были немногие десятки тысяч. Мы, разумеется, не знаем, сколько людей тогда записалось, но проблему в исполнении потерь российской армии это, очевидно, не решило на тот момент, потому что потом, мы знаем, была и мобилизация, и вербовка в тюрьмах. Это были экстренные меры. Очевидно, рассчитывали на гораздо большее количество добровольцев, но тогда добровольцы не пошли. Но все изменилось, когда добровольцам стали платить большие подъемные. И мы знаем, что эти подъемные все увеличиваются, 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 увеличиваются. Разные регионы уже предлагают сильно больше. И 2 миллионов рублей, и уже под 3 миллиона рублей. То есть, в общем-то, и еще неизвестно, где эти цифры остановятся. Но именно как раз в этот момент и эту волну добровольцев мы заметили, что и так не самая молодая категория становится все старше и старше, и старше, и старше, и старше. Опять же, мы не видим такого, что половина добровольцев в наших списках старше 50 лет. Но, опять же, во-первых, мы обрабатываем некрологи со значительной задержкой. Во-вторых, мы достаточно редко оперативно узнаем возраст погибшего. Иногда нам нужно получить второй, третий, четвертый некролог, увидеть запись в реестре наследственных дел, чтобы узнать возраст. Потому что в некрологах либо не пишут дату рождения, либо не пишут дату гибели, либо вообще не пишут никаких дат. Это очень часто такое случается. Поэтому возраста мы, на самом деле, узнаем с значительным, с серьезным опозданием. Но и здесь также может быть искажение восприятия. Вы знаете, есть такое понятие «ошибка выжившего», когда судят по выжившим экземплярам той или иной техники. И это действительно серьезная ошибка. Это открытие было совершено еще в годы Второй мировой войны. А здесь, скорее, наоборот. Мы видим погибших, но мы не видим выживших. И, соответственно, мы можем судить только о тех, кто попадает в наши списки. Нельзя исключать того, что людей, которых набрали, и кто старше 50-60 лет, просто не отправляют в эти самые мясные штурмы. И в мясных штурмах все-таки гибнут людей тех возрастов, кто вообще, в принципе, физически может в этих мясных штурмах участвовать. Вполне вероятно, нельзя такого исключать, что тех, кого сейчас набирают в военкоматах за эти миллионы рублей, просто нельзя отправить в штурм, потому что они физически по здоровью этого не выдержат. Вот на этом графике прямо видно, какие возраста прибавили, по крайней мере, в потерях, а какие возраста, наоборот, несут меньшие потери, чем, соответственно, в 2022 году. В 2022 год прям очень сильно видно, что погибали в основном молодые люди до 30 лет. А сейчас же видно, как резко увеличилась доля от 40 и старше. То, что касается 50-60-летних, здесь слишком, на самом деле, мало данных, чтобы судить. На графике это гуляет туда-сюда. Это не значит, что произошла какая-то ошибка или, наоборот, стариков стало умирать меньше. Это всего лишь говорит о том, что мы не добираем данных. И на самом деле эта категория по-прежнему сейчас остается относительно небольшой. Все-таки основные потери приходятся не на 60-летних. Но я вот как человек, который разбирает данные о погибших, могу сказать, что, по моему ощущению, некрологии 60-летних, 65-летних, 67-летних раньше вообще не попадались. А теперь они есть. Если источники верстки правы, то можно представить себе, как будет выглядеть война в 2025 году. Эти люди, о которых сейчас пишет верстка, вполне возможно, еще даже не доехали до, собственно, зоны боевых действий. Вполне возможно, что они еще находятся в тренировочных лагерях. Но опять же мы знаем, что в тренировочных лагерях в российской армии люди не находятся очень долго. У нас достаточно много некрологов, где говорится о людях, которые от вербовки до смерти прошло несколько недель или максимум 2-3 месяца. Так что здесь, в общем-то, я думаю, что если эта картина верна, если источники верстки не ошибаются, мы увидим вот эту вот самую картину, где у нас будет прям большое количество именно 50-летних и старше в ближайшие месяцы. С точки зрения методики подсчета настоящих потерь российской армии, которую мы придумали с Медузой и используем время от времени, это не очень, как сказать, хорошая новость, извините за такую терминологию. Дело в том, что наша методика очень плохо считает людей от 45 лет и старше, избыточную смертность. Опять же это связано с тем, что в России просто смертность мужчин от 45 лет и старше очень высокая. И очень сложно за вот этой естественной смертностью заметить потери на войне. Поэтому, если действительно основная тяжесть потерь придется именно на эти возраста, нам будет очень-очень сложно, сложнее, чем сейчас, оценивать истинные потери российской армии. Но опять же мы пока не можем сказать, как действительно это отразится на наших подсчетах. Ну а теперь, как всегда в конце сводки, я расскажу об офицерах звания от подполковника и выше, о гибели которых мы узнали за последние две недели. И в этом списке впервые за долгое время не будет ни одного кадрового военного. Все офицеры, о которых я сейчас буду говорить, это силовики. Но силовики в отставке и в армии, в действующей армии, скорее всего, они не служили там в подполковничьих или полковничьих должностях. Но, тем не менее, я все равно их перечислю. И первым идет Андрей Воеводин. Он был полковником юстиции, ему было 56 лет. Он практически всю свою жизнь проработал в Саратовской области в прокуратуре, а последним его местным работой была Генеральная прокуратура Российской Федерации. Его коллега Данияр Мустафин, ему было 59 лет, подполковник юстиции. Он также был прокурором, районным прокурором в Башкортостане. Александру Борисову было 52 года. Он был полковником полиции, а после увольнения был директором хоккейной арены «ТЭМП» в городе Мичуринск, Тамбовская область. Алексею Захарову 47 лет. Он был полковником полиции в Рязани, но когда началась война, заключил контракт и записался добровольцем в 810-ю бригаду морской пехоты и погиб под Курском. Денис Косинков, ему было 47 лет, он был единственным в этом списке действующим сотрудником полиции. Он был заместителем начальника управления МВД по Курской области и погиб он также в Курской области. На этом все. До следующей сводки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.